Обертки, пустые бутылки, мусорные мешки и даже порванные покрышки. Вот во что превратилась обочина дороги у дома 60 по улице Новоселов. Местные жители уже перестали надеяться и верить, что ситуация когда-нибудь прояснится. В произошедшем все винят друг друга, люди винят водителей, а те в свою очередь руководство. Ведь раньше стоянка маршрутных такси была у ближайшего торгового центра. Но по весне, когда снег стал таять, автомобили попросту застревали в грязи. Тогда было принято решение перенести часть маршруток на новое место стоянки. Им стала улица Новоселов, дом номер 60. Площадку там испортили довольно быстро. А кто именно, непонятно. В конце рабочего дня ночью приезжаешь уже часов в 10, в 11 часов. Здесь припаркованы легковые машины тоже. Не знаю, что они там делают. И как бы тоже кидают и бросают. Это не из-за одних маршручек. Ну и маршручки тоже есть, которые как свиньи себя ведут. Культурным водителям несложно по нужде дойти до ближайшего торгового центра. Мусор же они собирают специальные мешки и выбрасывают на базе. Наша съемочная группа обратилась в администрацию города, чтобы получить ответ на волнующий всех вопрос. Будут ли какие изменения в этом замусоренном неизвестно кем месте. В зимнее время силами города отшляется уборка от снега, так как по большому счету эти объекты – это элементы улично-дорожной сети. В то же время мы полагаем, необходимо следовать той практике, которая сложилась исторически. Когда те хозяйствующие субъекты, которые ведут хозяйственную деятельность, то есть перевозчики, они обеспечивают комфортные условия для своих водителей. В этой круговой поруке найти виноватых и ответственных никак не удается. Мы связались с автоклубом Рязани, и у них тоже есть, что нам ответить. Мы платим деньги. Одна компания убирает, выставляет нам счета. Мы оплачиваем за уборку мусора, за дворника, за туалет, который там стоит. Мы все оплачиваем, то есть к нам предпринятий никаких. То есть все, что от нас требует, мы все оплачиваем. Если все обязательства выполняются, то появление мусора на дороге можно списать на настоящее чудо. Правда, таких чудес на свете не бывает. Поэтому, по совету Алексея, мы решили связаться с управлением транспорта. Теперь остается ждать ответа.